Привет, меня зовут Александрина. Совсем недавно закончился октябрь и ежегодный рисовательный челлендж «Инктобер». В этом челлендже я участвовала второй раз, поэтому в этом видео я хочу показать вам свои прошлогодние картинки, посмотреть, насколько улучшился или ухудшился мой навык рисования. Я немножко простывшая, поэтому сразу извиняюсь за свой немного хриплый голос. В 2017 году я рисовала весь октябрь в челлендже на тему Хэллоуина. Все картинки на карточках бежу 5х5 см с краями, вырезанными фигурными ножницами. На тот момент у меня были только черные маркеры из магазина Flying Tiger, 24 штуки, поэтому все мои рисунки практически в одной цветовой гамме. Я очень люблю вести ежедневник, и у меня даже есть второй канал, посвященный его оформлению, разной канцелярии и мейл-арту. Обязательно подписывайтесь, кто увлекается этой темой. Ссылка на канал в описании. И в своем ежедневнике 2017 года все темы прошлогодного челленджа у меня там были записаны. И мне сейчас не нужно будет ломать голову, чтобы вспомнить, что это там были за темы. Так что давайте приступим к просмотру. Первое число — тема «Октябрь». У меня это «Золотые листья», «Желуди» и «Рябина». Второе число — тема «Страх». И это «Трусливый пес Кураж». Кто помнит этот мульт? Пишите в комментариях. Лично меня этот мультфильм всегда пугал. Третье — это «Конфетки и кэнди-корн», типичные хэллоуинские сладости. Четвертое число — «Луна» и силуэт «Волка на скале». Дальше — «Клыки». «Клыкастая добрая змейка». Шестое число — «Летучая мышка». Седьмое число — «Тема страшный». У меня это было «Желе» из мультфильма «Отель Трансильвания» или «Монсета на каникулах». Хотя он получился скорее милый, чем страшный. Восьмое число — «Зомби». Первая моя ассоциация была — это «Зомби из Майнкрафта». Я иногда люблю поиграть в эту игру. Ставьте лайк, кто тоже играет. Девятое октября — тема «Ворона». Дальше тема «Туман». И я помню, что мне очень нравился полученный результат. А сейчас я смотрю и ничего особенного в этой картинке не вижу. Одиннадцатого октября — «Паук». Естественно, мелькая тема «Гарри Поттера» — это «Паук-орогок». Двенадцатое число — «Тема паутина». Тринадцатое октября — «Снова монстры на каникулах», в этот раз «Мумия». Дальше «Глазик» прикольный получился. Пятнадцатое число «Ведьма». Шестнадцатая тема «Крик». Не знаю, почему Гомир Симпсон. Семнадцатое число «Тыква Джека». Восемнадцатое октября — «Милашка-призрак». По краю картинки фиолетовый маркер выцвел. Дальше тема «Котел». Страшилка «Череп». Двадцать первое октября — «Глухой старый гоблин». Дальше «Черный кот». Двадцать второе число — тема «Страшный». Кричащее дерево и летучая мышь. Скелет рыбы-пираньи. Двадцать пятая октября — «Сова» и снова «Гарри Поттер». Сова-букля. Опять «Монстры на каникулах». Тема «Волк-оборотень». Гробница. Я нарисовала могильную плиту. Дальше у нас «Зелье». Стремная сумасшедшая крыса. Тридцатая октября — тема «Бул». И последняя тема «Хэллоуин». У меня это замок с летучими мышами. Вообще было довольно интересно смотреть свои старые рисунки и вспоминать, как я их рисовала. Кстати, после октябрьского челленджа я сразу начала ноябрьский челлендж, который не могла пропустить, потому что он был на тему «Гарри Поттера». Я также имею список всех тем и наборчик картинок. Хочу вам быстренько показать перед тем, как мы перейдем к «Инктоберу» 2018. 1 ноября 2017 — тема «Букли». Дальше «Перевая ручка», «Сортировочная шляпа», «Волшебная палочка», «Золотой снич», «Шестое число очки Гарри», «Письмо из Хогвартса», «Философский камень», «Сливочное пиво». Дальше «Фордик Англия», «Любовное зелье», «Маховик времени», «Читовичная книга о чудовищах», «Далее идут гербы факультетов Слизерин», «Пуффиндуй», «Когтеваран» и «Гриффиндор». 18 число «Кубок огня», «Платформа 9,75», «Дементор», «Зеркало ей належ», «Шоколадная лягушка», «Знак даров смерти», «Мандрагора», «Нимбус 2000» и «Золотое яйцо». Последние четыре темы я почему-то не дорисовала. Видимо, закончилось вдохновение. Я, если честно, не помню почему. А теперь рисунки Инктобера 2018. Все видео с рисованием этих тем есть в отдельном плейлисте, ссылка в правом верхнем углу. Уже знакомый вам скетчбук, я его покупала в Минске в гипермаркете Грин. Очень удачная покупка. Листы в этом блокноте довольно плотные и очень приятные на ощупь, как и сама обложка. Ну а картина Ван Гога помогает быстрее вдохновиться. Этот блокнот был новый и практически пустой, когда я начинала Инктобер. Буквально несколько рисунков. Это страничка с комиксом по началу фильма Гарри Поттер и Философский камень. Кругленькая барашка-облачко и снич. Вообще, Инктобер рисуется в черном цвете линерами или пером. Я решила не ограничиваться и использовать цвет. Первая тема первого числа – это ядовитый. На ум сразу пришел мухоморчик. А точнее, целая семья мухоморов. Дальше тема спокойной. У меня это дзен камни на песке. Потом вкусненькая яичница с жареным бекончиком. И с малюсенькими вилочками. Это, конечно, прокол. Но будем считать, что это так и надо, что это будет кушать гномик. 4 октября – тема заклинания и, естественно, Гарри Поттер. А я, как фанат, сразу придумала, что нарисовать. А пока я рисовала эту картинку, меня осенило. Почему бы этот Инктобер не посвятить теме Гарри Поттера, подстраиваясь под заданные оригинальные темы. 5 октября была тема «Курица». Ну, конечно же, это моя фирменная курочка канала. А так как ее надо было связать с темой Гарри Поттера, то я на нее надела гриффиндорский шарф, а вокруг сердечки в цветах хоквартских факультетов. Дальше это «Слюнявый клык» с Хагридом. 7 октября – тема «Измученный». Было сложновато придумать сюжет, но мне кажется, я справилась. Вечно недовольные и измученные от грязи Филч. Ну и миссис Норрис тут, как тут. Тема 8 числа – это «Звезда», и мне захотелось нарисовать Дамблдора на фоне «Звездного неба». Дальше тема «Драгоценный», в смысле «Любимый», «Дорогой». Личурка и Ньют. Дальше «Текущий». Я тоже довольно долго думала, что нарисовать. Думала и про Черное озеро, и про какую-нибудь реку. Но потом пришла идея нарисовать русалку из витража ванной комнаты для старост. Там как раз вода шевелилась. И мне, кстати, очень понравилось рисовать эту картинку. Я довольна получившимся результатом. Следующая тема «Жестокий». И у меня это «Другголовый пушок» и жестоко погрызенный и порванный мишка. Получилось довольно мило. 12 число «Кит» в виде чего-нибудь патронуса. 13 октября тема «Охраняемый». Сразу на ум пришло нарисовать философский камень. И сразу же я вспомнила, что рисовала его в прошлом году, в ноябрьском челлендже. Тут представилась отличная возможность сравнить рисунки и посмотреть, что изменилось за год. И вот такой шокирующий результат меня ожидал. Я была, мягко говоря, в шоке от результата. К тому же, что в этом году, что в прошлом, на рисунок я потратила примерно одинаковое количество времени. Где-то полчаса. Навык, конечно, подрос очень заметно. Кстати, фантазия стала работать в разы лучше. Так что, ребята, не ленитесь рисовать каждый день хотя бы по 15-20 минут. Следующая тема «Часы». Маховик времени. Тут я совершенно недовольна результатом. Я в тот день много рисовала на работе. Для тех, кто не знает, я геймдизайнер. И совершенно не было настроения рисовать. Но надо через «не хочу», поэтому получилась какая-то кривулька. Но все равно это опыт, и я рада, что рисовала через силу. На следующий день была тема «Слабый». У меня это «Школьный эльф-домовик в куче грязной одежды». 16 октября, тема «Угловой». Я решила нарисовать знак даров смерти и дополнить его элементами из сказки о трех братьях. В прошлом году тоже был знак даров смерти, но я решила эту картинку сравнить с картинкой Дементора. Смерть, конечно, не Дементор, но чем-то похожа. Тоже черная, тоже в плаще. Кстати, тут тоже разница в рисовании, по-моему, очевидна. Рисунки стали более объемные и более живые. А также у меня уже выработался свой стиль рисования, и это классно. Дальше тема «Раздутый». Сразу придумалось нарисовать тетушку Мардж, как она летит в небе. 18 октября, тема «Бутылочка». Я решила рисовать снова любовное зелье, так как в прошлом году была такая же тема. В принципе, мне показалось, что и в этом году получилось неплохо, и в том году тоже. Мне нравятся оба варианта, как получились. 19 число «Подпаленный». Дракоша-хвосторога. 20 число – это тема «Хрупкий». Я нарисовала дневник Тома Редла, и довольна результатом. Дальше «Осушить». Это зелье, которое нужно было выпить, чтобы забрать крестраж. «Диадемы», «Кандиды», «Коктеврон». Тема «Дорогой». Дальше тема «Грязный». «Милашка Пикси», «Испачкалась шоколадкой». 24 октября, тема «Рубить». «Палач», сцена суда гиппогрифа из третьего фильма. Далее «Колючий». Многие из вас спрашивали, что это за растение такое. Это дьявольские селки. Хотя они вроде бы и не были колючими. Но ничего страшного. Кстати, мне тоже понравилось их рисовать, как и русалку. Следующая тема «Эластичный». Это Аками из фильма «Фантастические твари, где они обитают». Я уже жду, не дождусь вторую часть. Совсем немножко осталось ждать. Кто тоже ждет, жмите лайк. Следующая тема «Гром». Получилось совсем не то, что я хотела, но ничего не поделаешь. 28 число. Тема «Подарок». Сразу вспомнилось это сказочное волшебное Рождество в фильме и куча подарков возле кровати. Тема «Двойной». Двойная шалость близнецов Уизли. Предпоследняя тема Инктобера «Удар». У меня это «Удар по Бладжеру». Квидич. И последняя тема, 31 октября. Это ломтик именинного торта для карри. Рисовать каждый день для меня не впервой. Я этим занимаюсь уже больше двух лет. А если подумать, то рисую я каждый день целый день. На графическом планшете на работе, а дома на бумаге. В этом Инктобере было самым сложным это монтировать каждый день. Хочу сказать отдельное спасибо всем тем, кто хотя бы пытался начать рисовать вместе со мной каждый день. Было очень здорово наблюдать за вашими рисунками. Вы большие молодцы! А на сегодня это все. Обязательно рисуйте хотя бы по маленькому скетчу каждый день. И я уверяю вас, даже через маленький промежуток времени вы удивитесь своим успехом и своему результату. Спасибо всем за просмотр! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Заряжайтесь позитивом, вдохновением и творческим настроением. Ловите луч вдохновения! И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!